Программа «Разговор о медицине» Заведующий эндокринологическим отделением Центральной клинической медико-санитарной части Именно заслуженного врача России Валерия Александровича Егорова Здравствуйте Шахри Байрам, тема такая очень интересная Злободневная Потому что сейчас летняя пора Жара стоит на улице Пара отпусков, каникул И тем не менее, такой активный отдых Он всегда подразумевает какие-то небольшие опасности В плане питания, скажем Есть какой-то рейтинг продуктов Которые все-таки представляют опасность Для того, чтобы действительно угрожать здоровью человека Да, лето, время отдыха После зимних простуд, ОРВИ Всем хочется отдыхать Но тут не надо забывать То, что вместо зимних инфекций Приходит летняя инфекция Замена, да И есть, естественно, несколько путей передач Этих инфекций Лето вообще Это высокая влажность Высокая температура погоды Это благоприятная флора Для размножения этих микроорганизмов На пути передачи, естественно, это нарушение гигиены рук Неправильная обработка термической мытью фруктов и овощей Как они попадают в организм И самое главное еще бывает неправильное хранение Важный аспект, кстати Да, в результате чего в этих продуктах могут образоваться токсины Которые могут привести к пищевой токсикоинфекции К таким возбудителям относятся Энтровирусы, ротовирусы, дизентерии, сальмонелиоз Также есть еще понятие диареи путешественников К которым относятся обычные бактерии, микробы, простейшие Но они обычно протекают в легкой форме То есть получается они в обычных условиях безопасны абсолютно Да Но какие-то неприятные условия Когда меняются условия погоды, природы Они проявляют свою патогенность уже Да Шахриба, давайте все-таки рейтинг продуктов Возвращаясь к вопросу Какие продукты вы бы назвали Действительно, что нужно более тщательно Хранить, условия хранения Более тщательно обработать Обработка всех должны быть продуктов Но все-таки, какие? Рейтинг продуктов это молочная продукция Молочная продукция Кисломолочная продукция Мясо, молочные продукты, мясо, особенно сезон шашлыков, лето, яйца, куриная продукция, должно иметь правильную маркировку, всегда надо соблюдать дату изготовления, дату упаковки, целостность, когда даже приобретаем эти продукты в магазине, смотрите на целостность упаковки, не покупать какие-то пищевые продукты, консервы, соленья из рук, вокзалов, не из проверенных источников киосков, ларьков, стараться избегать этого. То есть, все-таки это должны быть специальные магазины, специальные киоски? Если это мясо, то имеем право запросить сертификат на мясо, когда было изготовлено, кем. Шахриба Ирановна, даже сам, когда бываю в магазине, иногда смотришь, люди идут с корзинами, и правильно вы говорите, не смотрят ни срок годности, ни дату упаковки, ничего. То есть, состав, опять же, всегда хочется сказать, ну посмотрите, кидают в корзину все подряд, надо читать, особенно обратную сторону упаковки. Состав, время изготовления партии, срок годности, срок хранения, даже условия хранения в многих продуктах прописывается, при какой температуре попадания солнечных лучей, или в темном укромном месте, или в холодильнике, или в морозильнике даже, это все указывается, надо обратить внимание. Шахриба Ирановна, ну вот какие, ну вы же назвали ряд инфекций, да, ну кишечные инфекции, вот все-таки, если, какие симптомы должны появиться, да, у человека, или какие-то проявления, что должно его все-таки насторожить и обратиться к врачу? Ну когда, ну я к тому, что, когда можно самому справиться, да, с проблемой, и когда нужно все-таки идти к людям в белых халатах? Кишечная инфекция проявляется в основном в виде двух симптомов. Это если группировать в общие симптомы, то это интоксикационный синдром, да, и кишечный синдром. Интоксикационному синдрому относится интоксикационно-токсический синдром, повышение температуры, начиная с фибрильных цифр до фибрильных. Хотя некоторые инфекции есть на потопе холеры, которая может сопровождаться абсолютно без подъема температуры. Месть сопровождения с повышением температуры – это головная боль, выраженная слабость, головокружение. Ну то есть все симптомы интоксикации, да? Да, свадхообразные боли в животе, подташивание. Боли в мышцах, может быть, тоже, да? Боли в мышцах, да, на высоте температуры головных болей, рвота. А кишечные синдромы, это само название говорит, это все симптомы, которые могут возникнуть при нарушении функции кишечника. То есть это сладкообразные боли, диареи, тенезмы, жидкий стул. Ну тенезмы – это, конечно, ложные позывы. Ложные позывы, да. Боли в области эпигастры, как будто при гастрителе, при хроническом панкреатите, обострении. Вот. При каких ситуациях нужно обязательно немедленно обратиться к врачу? Когда жидкий стул боли пяти раз за сутки. Однозначно, да? Однозначно. Маленький ребенок до трех лет. Повышение температуры с фибрильных до субфибрильных цифр обязательно. Когда проявляются симптомы обезвоживания, свадхообразные боли в животе. Эти симптомы нельзя игнорировать. Эти... Многократная рвота также надо добавить, да, которая не экупируется. При проявлении этих симптомов нужно обязательно немедленно обратиться за медпомощью. А я бы хотела еще подчеркнуть, что нельзя делать при появлении таких симптомов. Это нельзя пить обезболивающее. Да, потому что это может маскировать симптомы, клинику, да. Это может привести к затруднению постановки диагноза. Обязательно нельзя также пить, применить препараты самостоятельно, вяжущие, эмодиум. Вяжущие, обволакивающие. Обволакивающие, да, лопирамид, которые очень привычно в народе пить. Вот. Почему? Потому что у них эффект накопления есть, да. А токсины у нас все они накапливаются в кишечнике, естественно, эти препараты замедляют эвакуацию этих токсинов. А наша цель какая? Быстрее опорожнить кишечник, чтобы эти токсины вышли с организма. Тогда и наступит быстрее выздоровление. Шахриба Айрановна, ну вот давайте все-таки скажем еще, вот обращаться к врачу, да, обращаться к медикам. В каких случаях можно идти в поликлинику? В каких случаях, ну такой простой прям вопрос, идти в поликлинику, как говорится, своими ногами, да, или в каких случаях нужно вызвать врача на дом все-таки, да, или там скорую? В каких случаях? Я считаю, что это связано с степенью тяжести пациента. То есть степень интоксикации? Степень интоксикации, степень выраженности клинических симптомов. Если это заподозрено на ранних начальных этапах, когда пациент может самостоятельно обратиться, дойти до врача, рассказать свои жалобы, да, естественно, нужно даже обратиться, не то что можно. А, естественно, когда мы видим уже развитие осложнений, когда пациент уже перешел тот порог, когда нужно было вовремя обратиться к врачу, когда уже не только с самой болезнью и с его осложнениями борешься, тут уже немедленная госпитализация, обычное инфекционное отделение, ампулаторное лечение становится невозможно. Тут ведь, Шахри Вайран, есть еще один аспект, да, почему именно нужно вот обратиться к медикам, да, потому что если ты подозреваешь, что, ну, даже сам, что это какая-то инфекция кишечная, ну, то есть человек сам может понять, что что-то не то, да, значит, что-то, как говорится, и диарея там, и все прочее, да, интоксикация, то есть даже обезопасить своих близких, да, ведь потом идет наблюдение очага, да, то есть это получается очаг, и от своевременности именно вот мероприятий, да, по, как говорится, да, соблюдению вот этого санопедрежима и так далее, так далее, то есть ведь все очага, ну, как бы четко все это отграничено, да, медики знают, как поступать в этом случае, да, как вести работу с контактами, да, пациентами. Да, собрать эту информацию. Давайте вот об этом тоже скажем. Собрать информацию в очаге, чтобы максимально сузить круг контакта, выяснить, кто был в контакте, выяснить анамнез, болеют ли в окружении, эти люди, которые были в контакте с инфекционными больными, есть ли среди них госпитализированные и возраст, категорию, то есть это обязательно учитывается, эта информация передается и в поликлинику, и обязательно в Центр гигиены и эпидемиологии, вот. Ведь есть такие инфекции, которые очень быстро распространяются ведь тоже, да, и там и учитывая пути передачи, ведь и вот сколько раз такое было, да, что именно вот правильные такие мероприятия медицинских работников, да, останавливают распространение этой инфекции, это же тоже очень важно, да, это очень важно. Шахри Багарана, а кто относится все-таки вот по отравлениям, там, да, по кишечным инфекциям, ну, по любым другим, там, да, вот этим инфекциям, кто относится вот к группе риска, ну, в целом, да, то есть, ну, понятно, что вы скажете, там, может быть, возраст пожилой, там, да, люди, которые имеют хронические заболевания, ну, еще вот давайте вот эту группу. Группа риска – это в первую очередь дети, люди пожилого возраста, люди с иммунодефицитом, люди, работники медицинских учреждений, работники общепита. Образование тоже, да, наверное? Образование тоже, да. А, ну, да, да. Эти люди являются, относятся к группе, находятся в группе риска, которая чаще всего сталкивается с данной инфекцией, но в силу защиты организма, естественно, правильная микробиота кишечника может защитить организм. Иммунитет, к сожалению, не вырабатывается после перенесенной инфекции кишечной, то есть переболев один раз, человек может заболеть повторно. Шахри Боряновна, ну вот не могу не подвести к вашей основной специализации, да, вот вы заведующая эндокринологическим отделением, да, вот эндокринологические пациенты – это тоже люди с таким иммунодефицитом в какой-то степени, правильно? Да. То есть иммунная система там надо все время поддерживать на должном уровне, чтобы действительно вот все было по контролям. Ваши пациенты тоже, они относятся к группе риска, получается, да? Да, наши пациенты, в частности, это огромный пул больных с сахарным диабетом, они относятся к группе риска, это хроническое заболевание, потому что эти инфекции у данных категорий пациентов протекают гораздо сложнее и тяжелее. Синдром обезвоживания, интоксикации может привести к обострению или декомпенсации хронического заболевания, вплоть до развития кетоацидоза, гипергликемии и жизнеугрожающих состояний. Потому что многократная рвота, диарея, потери электролитов организма приводит к повышению сахара в крови и нарушению водно-солевого обмена, что является очень важным механизмом в патогенезе. Шахли Байрам, летом, конечно, все любят шашлыки, сделать их на улице, приготовить самим. Особенно мужчины любят приготовить шашлык для своих и женщин, для семьи. Скажи, пожалуйста, какие опасности подстерегают в этом направлении? И, может быть, какие-то такие советы дадите, чтобы действительно обезопасить себя и своих близких во время таких мероприятий? Да, вообще в России наблюдается тенденция увеличения сальмонеллеза в летний период. Шашлыки на природе чаще всего используют куриную продукцию, любят. Это может быть использовано мясо, изначально зараженное ли яйцами животных, птиц сальмонеллезом. Поэтому при приготовлении шашлыков обязательно степень прожарки. То есть мясо должно быть или куриный продукт должен быть полноценно прожарен. На нем не должно быть признаки крови, розовой воды, если это мы говорим про мясо. Если мы на природу берем также другие какие-то продукты, например, овощи, салаты, эти салаты не должны быть заправлены майонезом. Если это овощи, то они изначально должны быть промыты в домашних условиях, потому что в природе это не всегда становится возможным тщательно помыть. Если эти продукты мы берем с собой на природу или на шашлыки, то обязательно герметика, упаковка, соблюдение хранения в тени правила должны быть. Шахри Байроновна, а вот в плане напитков, понятно, к этому тоже должен быть особый должный контроль. Какие напитки в рейтинге опасных, когда находятся на улице, в теплом помещении, то есть какие бы напитки все-таки сказали, что с осторожностью, вот здесь надо с осторожностью, вот эти более безопасные, в целом на эту тему? Кисломолочные продукты обязательно при нарушении их хранения в молочной среде вообще микроорганизмы развиваются очень быстро. При нарушении хранения могут это привести к пищевой токсикоинфекции, кроме молочных напитков, также напитки, в которых присутствуют при механизме приготовления брожения, это мы говорим про квас, хмельные напитки. Также не рекомендуется в летний период, в жару пить сладкие газированные напитки. То есть лимонады, колы всякие там? Лимонады, пакетированные соки, да, они не утоляют жажду. То есть они, в нем еще много калорий, как эндокринолог я должна это подчеркнуть, вот польза от них будет меньше вреда, больше. То есть с обильным потоотделением в летний период организм теряет много соли и воды. Чтобы это восполнить, нужно пить сбалансированную минеральную воду, слабосоленную воду. Можно кислые напитки, такие как айронтан, также можно теплые напитки, чай. Потому что когда согревающий напиток, чай, организм, когда пьет, человек вместе с потоотделением идет охлаждение организма. Да. Обычную воду. Вода нужна, нужна вообще. То есть питьевой режим в любом случае должен быть, да? Но опять же, как вы сказали, напитки должны быть все-таки, да, тоже все с осторожностью смотреть, опять же, хранение их, да, тоже все это. Шахри Багарановна, а какие бы все-таки вот инфекции, да, вот, ну, пищевые токсик-инфекции вы бы отнесли вот к разряду таких семейных? Вот действительно там вот, начиная, вот кто-то в семье заболел, да, и, как правило, вся семья там, да, сразу это, вот, то есть надо как-то контакт исключить, там, все прочее. Обычно это ротовирусная инфекция. Ротовирусная, норовирусная, да? Да, оровирусная инфекция. Чаще наблюдается у детей, если кто-то из ребенка, ну, ребенок в семье заболел, это может и наблюдаться у родителей, у братьев, сестер, вплоть до соседей иногда бывает, одноклассников, однокрупников, которые очень быстро передаются. Если речь идет о сальмонеллезе, то смотря сколько членов семьи поели из данного продукта, да, особенно кондитерские изделия, летом с кремами, в которых, может быть, эти бактерии содержатся, если это было какое-то мероприятие, на котором были кондитерские изделия, и поели определенную популяцию людей, то, естественно, будет круг, очаг большой. Шахри Байрановна, я знаю, что вы специалист высокого класса, да, поэтому вам можно и такой вопрос задать. Скажи, пожалуйста, вот при поездке на отдых, да, вот какую все-таки вот аптечку, да, вы бы посоветовали в плане, вот, ну, действительно, чтобы все-таки это были препараты с собой, да, может быть, не называя там торговые названия, ну, просто хотя бы вот группы каких-то препаратов, да, которые все-таки должны присутствовать в аптечке при поездке на море, там, я не знаю, там, на речку куда-то на отдых, да, особенно если это длительный какой-то отдых, да, там вот, там, от трех дней и больше, там, вот, что бы вы посоветовали? Я считаю, что если речь идет о поездке, в аптечке однозначно должны быть сорбенты, это те препараты, которые выводят токсины с организма, жаропонижающие, обезболивающие препараты. Спазмолитики, наверное, тоже можно. Спазмолитики, да, рекомендуется, ну, и, естественно, антигистаминовые, потому что укусы комаров, насекомых, у многих людей есть также аллергические реакции при смене погоды на определенное цветение, растительность, поэтому антигистаминовый препарат, я считаю, тоже должен быть. А если еще на аллергию наслоится еще и отравление, да, вообще отчего-то, да? Ну, скажи, пожалуйста, вот в плане, если отойти от продуктов, да, вот купание в водоемах, там, да, вот речки, там, все прочее, ведь тоже, да, все-таки какие-то водоемы, то есть я к тому, что вот купаться нужно, то есть тоже в проверенных водоемах, да, потому что тоже риск инфекции есть, да, то есть если это неопробирные какие-то, да, водоемы, то есть лучше, наверное, себя обезопасить, да, в этом плане, как вы считаете? Не все водоемы, да, безопасно в плане купания, но... Их даже визуально надо видеть, да, что лучше не надо. Да, 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 прозрачность воды, наличие цветения, там уже визуально посмотрев, можно понять, насколько это вода... Особенно для детей, зачем, ну... Да, безопасно. В таких случаях, естественно, усилить контроль родителей в плане детей, если даже допустилось тот факт, что ребенок или взрослый искупался, самое главное, не заглатывать эту воду. После, естественно, купания рекомендуется прополоскать питьевой водой лицо, рот, руки, чтобы, так скажем, убрать те остатки микроорганизмов или те неприятные, ненужные микроэлементы, вещи микроорганизма со слизистой человека. Шахри Байран, ну и такой вот хочу тоже вопрос задать, такой чисто житейский, да. Вот, ну, понятно, фрукты, овощи надо... Мы больше их едим в летний период, это понятно. Хотя зимой тоже надо, да, запасаться витаминами. И у нас, в принципе, в торговой сети все это есть, да, и можно действительно использовать. Но вот в плане вот все-таки таких экзотических фруктов, да, там вот, ну, арбузы, дыни, там, да, там абрикосы, персики, там вот это все. Вот как выбирать, как правильно все-таки вот себя обезопасить, да, где покупать, вот это все, вот давайте на эту тему немножко тоже. Это же тоже факторы, да, может быть, отравления и так далее, инфекции каких-то, да. Однозначно, да. При покупке обязательно смотреть, во-первых, в каких условиях она продается покупателю. Это магазин, где имеет лицензию правил контроля качества или... Можно на продавца тоже обратить внимание. На продавца даже в том числе, да. В чем одеты, да, в чем одеты, насколько чистые руки. Это мы про рынок говорим даже, вот если... Если даже взять про рынок, да. На рынке они также проходят вот этот контроль качества. Конечно. Несмотря на то, что мы покупаем эти продукты на рынках. Поэтому смотреть условия хранения, условия продажи обязательно на целостность самого фрукта или овоща. Нет ли там признаков, то, что фрукт или овощ неправильно хранился или начало портиться. Ну, целостность даже, можно видеть, да. Если даже, скажем, что мы приобрели какой-то фрукт или овощ, то дома тщательно под проточной водой промыть. А если речь идет о ребенке, то с кипяченой водой. А мыть лучше с мылом даже фрукты, да? Вот это тоже допускается, да? В некоторых случаях, да, есть даже такие средства продаются в специальном магазине, которые не влияют при использовании с пищей. То есть разрешается мыть определенные фрукты, овощи с помощью этих средств. Потому что проточной водой просто, мне кажется, надо даже недостаточно. Да, максимально убивают микроорганизмы на поверхности продукта. Ну и вот в торговой сети, да? Вот сейчас, например, там арбузы, предположим, там дыни, арбузы, да? Тоже ведь определенный есть период, когда, ну, мы знаем, да, время арбузов, да? Сезон, да. Сезон, то есть когда-то еще пока рановато, например, да? Или там, ну, то есть тоже надо смотреть аспекты эти, да? Обязательно, да. Откуда привезли? Самые сладкие они, естественно, когда идет максимальное солнечное облучение, летний период. Если мы хотим определенный иной фрукт или овощ вне сезона, мы должны понимать, что оно выращено уже в определенных условиях среды, в парниковых условиях. Но тем не менее сказать, что они теряют свои свойства или полезные элементы – нет. Это в процентном соотношении, да, может быть, они отличаются. Фрукт, который получил, выращен был в естественных условиях, в парниковых условиях, может отличаться и на вкус, и на какие-то другие качества, на запах, на формы. А в целом правила остаются одни и те же. Шахри Байранов, вот тоже вот давайте все-таки еще тоже об этом скажем. Скажите, пожалуйста, вот образ жизни человека, да, там наличие вредных привычек и так далее, так далее, да? Скажите, вот это же тоже влияет, да, на барьер какой-то вот перед какой-то даже инфекцией кишечной там или пищевым отравлением. Все-таки я имею в виду от иммунитета, да, собственно, вот какого-то внутреннего стержня, да, это тоже влияет. Давайте вот об этом тоже скажем. Ведь это же группа риска, да, все равно вот если там вредные привычки, образ жизни такой, низкая двигательная активность там и так далее, так далее. То есть у людей с хроническими заболеваниями, иммунитет, да, естественно, он будет намного слабее, чем у здорового человека. И более осторожно еще надо. Им надо более быть внимательным в таких моментах, быть осторожным. Тем более, касаемо вредных привычек, хотел бы отметить про алкогольные напитки, которые не рекомендуется пить и употреблять в жаркий период времени, потому что они очень плохо влияют на сосудистую систему организма, они больше приводят к обезвоживанию. Также... Ну, на такое отравление еще алкогольное отравление на наслаивается. Алкогольное отравление добавится, да, это утяжеляет вплоть до летальных исходов. До летальных исходов, конечно, чушь там вокруг округа. Такие случаи даже были, да, встречаются в нашей практике. Поэтому этим пациентам надо иметь правильный образ жизни, быть гораздо осторожнее, соблюдать все правила гигиены, соблюдать чистоту. Даже не только обращать внимание в плане при покупке продуктов, а начать даже элементарной чистотой дома, санитарных узлов и мест обитания, жилье. То есть очень важный такой аспект, да? Да. То есть получается, что все-таки, как я и сказал, как мы с вами сейчас сказали, от собственного иммунитета очень многое зависит. Конечно. Такой барьер создается все-таки даже к этим инфекциям. Определенная полупатогенная флора может не проявить себя при хорошем иммунитете человека. В принципе, никто не страхован. Любой может заболеть с кишечной инфекцией, да, и отравиться пищевой токсикой инфекцией. Но ее течение, да, ее протекание может быть разным. И как мы сказали, да, от легкой степени, да, если иммунитет сильный, хороший, то человек везет высокую двигательную активность, у него правильное питание, отсутствие вредных привычек, да, он там занимается физкультурой. Да, физкультурой, здоровый образ жизни ведет. Понятно, что у него в легкой степени, как говорится, да, протекло и все. А другой человек, у него при наличии всех вот этих вот неблагоприятных факторов, может быть, вплоть до летальных исходов, да, банальная кишечная инфекция, а приведет к плохому прогнозу. Очень жаль, да, всегда такие вот вещи, конечно, но о них нужно говорить. О них нужно говорить. Ну и в заключении нашей программы, Шахария Барина, уже так по традиции, да, какие-то добрые советы, и как от врача, и вообще как от человека. Профилактика. Наверное, в заключении хотела бы сказать пару слов про профилактику, потому что это очень важный аспект предотвратить. Когда есть результат, мы боремся уже с болезнью. Профилактика – это гораздо длиннее, больше успех, я считаю. Профилактика – это соблюдение гигиены рук, гигиены вообще тела, тщательно промывать продукты, больше потреблять жидкости в летний период, восполнять водно-солевой обмен организма, отказ от курения вредных привычек, вести здоровый образ жизни, обязательно проходить диспансеризацию в поликлиниках, которые также помогают выявлять определенные заболевания, которые человек может не подозревать в себе. Я считаю, это отличная вообще программа, возможность, придуманная медициной, чаще улыбаться и высыпаться. Спасибо большое, Шахаря Байрановна, очень такой интересный у нас продуктивный разговор получился. Ну что же, дорогие друзья, я всем желаю пройти диспансеризацию, обезопасить себя. Всем желаю здоровья, счастья, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.